всем привет всем привет 3d монстры и просто те кто случайно попал на мой канал по названию я здесь буду рассказывать как я переезжал костарику я буду рассказывать так как я умею так еще как еще я считаю нужным потому что я ориентируюсь на то как вы знаете на какую-то честность открытость на то чтобы если бы я хотел посмотреть какого-то видео про иммиграции я бы хотел чтобы оно было именно в таком ключе записано но я не претендую что всем должно так нравиться но в общем мне все равно приходится давать какие-то вводные данные да про себя несколько слов рассказать я не зовут лёша я жил всегда в москве ну местами я конечно куда-то там ездил путешествовал где-то начиная с 2008 может быть чуть раньше даже нет раньше не наверное да все таки после 30 лет это было уже где-то 2010 год я понял что из россии надо уезжать мы не будем останавливаться на причинах почему надо уезжать из россии просто я понимал тогда к чему все идет его 24 февраля это все закончилось вот таким вот вполне ожидаемом наверное да ну в общем мне это дало пинок под зад я поехал вообще говоря о себе кто я я всю жизнь пытался уехать из россии в разными способами но я пытался в основном я вам скажу в чем разница я пытался убежать от себя да потому что в основном когда мы куда-то вот если вы ощущаете внутри себя что вы больше не можете на одном месте находиться хотите уехать и все такое задайте себе вопрос все ли у вас порядке внутри да потому что перемена места да не решает внутренних проблем и мои проблемы были связаны с употреблением алкоголя наркотиков и довели меня почти до смерти буквально прям и я короче потом через реабилитацию прошел пришлось с этим совсем завязать и подружился наконец с собой и когда я в этот раз уезжал почему это рассказывает потому что в этот раз я уезжал я не убегал от себя я убегал от вполне конкретной ситуации которая произошла в стране где я родился и имеет вообще никаким образом не устраивало вот почему 24 февраля после того как началась война я собрал свои манатки за неделю у меня нет кстати детей никаких вводные данные дам что у меня нет детей детей я видел вблизи последний раз всего в жизни их раз пять вблизи вилл ничего о них не знаю как о них надо заботиться и но не буду рассказывать если у вас есть дети вы легко найдете ответы на все вопросы на других youtube каналов я вам только хочу сказать что с детьми в общем то и здесь можно родить и через это получить гражданство и медицина здесь для детей бесплатная насколько я знаю ну в общем в этом плане тоже коста-рика подходит для иммиграции но больше я не буду на этом останавливаться что я нифига про это не знаю а у меня есть девушка ее зовут даша и она была со мной когда все это случилось мы с ним уже встречали где-то год и вот такие вот вводные данные мне 40 лет 42 я с вами перевираю но это не потому что я хочу помоложе выглядеть а я просто забываю сколько мне лет потому что уже после 35 лет кому какая разница сколько лет уже никто не считает я помню у меня была тетя тося которая никогда не помнил сколько ей лет и когда я был маленький невозможно было понять как это так вот теперь я понимаю тетя тося что уже и не знаешь сколько себе лет ну в общем смотрите такое дело сейчас я почитаю тут меня есть план чтобы точно не сбиться ну в общем смотрите да случилась война надо срочно уезжать денег меня нет работы нет я начал заниматься 3d графикой этот канал посвящен 3d графику только два с половиной года назад у меня есть кое-какие успехи я уже работаю по специальности но когда я уезжал у меня не было ничего не было ни денег ничего я только знал что я больше в россии находиться не могу по личным даже но я просто не могу в эмоциональном плане там находиться меня просто это все раздражает бесят и жить так невозможно ну просто невозможно очень ладно поехал я у меня было там 500 долларов там из даши что-то там по собирали по занимали я поехал в грузию я уже примерно знал что я найду работу потому что у меня были предложения по работе через это на фрилансе естественно все и поэтому я не очень сильно переживал по поводу работы я конечно я переживал да вы понимаете вот я уезжаю никуда в грузию хорошо мне написал там мой подписчик с канала грант и он мне сказал что чувак приезжай я тебя тут встречу помогу тебе это просто меня тогда спасло я приехал действительно у него переночевал первую ночь мы нашли квартиру ушатанную но это было отличный вариант где можно было я с собой перевез компьютер я туда все это разместил да и начал искать работы нашел работу и в грузии вот за потом приехал ко мне дальше я быстренько все это проматываю то есть я за три месяца когда находился в грузии я подготовился к тому что ну надо было куда-то дальше переезжать короче потому что грузия она все равно там пророссийское правительство там очень серьезный разлад внутри самого общества это все очень рядом с россией я конечно хотел уехать далеко чтобы никоим образом вообще постараться просить этот ужас и забыть и не этого не видеть потому что мне надо было работать я занимаюсь 3d график я 3d художник и я хочу этим заниматься у меня много планов так вот мы начали давайте дальше посмотрю шпаргалку так ну что мы естественно мы как подумали что из грузии надо уезжать да и европа она сразу отпала потому что европа это рано внутри европы именно происходит да было бы странно оставаться там и как вы видите мы оказались тогда еще право потому что ситуация все усугубляется виза перестает давать я вообще не понимаю как сейчас русскому можно находиться в европе если ну это просто один негатив кругом я вот здесь я этого честно говоря не чувство здесь всем до фени откуда ты я не знаю не слышь ни о какого вопроса ну и я живу в деревне имеет очень устраивает но об этом мы подальше поговорим так мы сначала думали про филиппины подписчики мои тоже звали там на филиппины они там устроились живут давно там можно не нельзя получить гражданство но там можно делать постоянные там этот виза раны спокойно жить даже не выезжать из страны никуда надо филиппины тоже подходил но там нет гражданства потом мы поняли что без гражданства также мы турцию раз рассматривали просто хотели пожить в турции но потом турция без артфал потому что это тоже оказалось как-то дорого и опять же таки рядом хоть это лучше чем европа несомненно но все равно в общем и потом еще у меня подписчик один появился который в чили живет и вот у нас все это к чили началась уже южная америка пошла туда все эти страны мы начали бомбить там аргентина там эквадор и все это бразилия короче боливия и все мы их пересмотрели и потом случайно оказали попали на коста-рику и тут прямо сразу открылся спектр возможностей который нас очень сильно устраивал то есть там можно было получить разными путями мы выбрали себя путь через беженство потому что этот путь от адекватные то есть реальный мы есть беженцы собственно говоря тут не назови и можно было спокойно приехать страну получить сразу типа вид на жительство через беженство это все просто было есть разные варианты получения но мой вариант именно такой я вам дальше расскажу про этот путь как мы получали эту штучку вот эту карточку это такая сидула она по-моему называется по испански если да и мы решили в общем остановиться на чили потом мы начали искать билеты нам надо долететь дом ой начали на прошу прощения на коста-рике мы решили остановиться дальше мы начали выбирать билеты мы сначала посмотрели билеты есть 500 долларов потом выясняется что через европу лететь нельзя через америку лететь без визы нельзя через какие-то там страны и через мексику лететь нельзя они обычно высаживают в общем мы у нас вырос сам маршрут есть два пути которого сейчас все пользуются это в основном через мадрид и надо где-то долететь из допустим если вы из москвы летите да вам надо где-то долететь так чтобы не требовал аэропорт шенгенскую визу сесть на самолет в мадриде до мадриды каким-то образом добраться от мадрида прямой и период до сан-хасе есть turkish airlines 2 маршрут которым все многие летают это я говорю если у вас нет виз там американский через америку если у вас есть виза очень просто лететь и это будет гораздо дешевле но если нет американской визы нет шенгена вот такие вот маршруты туркиши туркиши летают значит вам надо добраться до стамбула и стамбула есть прямой перелет до панамы от панамы надо дальше на сан-хосе на автобусе или как-нибудь еще тоже об этом говорю и мы короче посмотрели посмотрю у нас билеты получается естественно в туркиши надо брать туда обратный билет потому что они просто не посадят в самолет если у вас в одну сторону и того вышло нам эти два билета туда-обратно где-то пять с половиной тысяч долларов конечно когда мы вначале считали эти билеты и считали сколько это стоит мы не думали что нам нужен обратный билет мы сейчас просто как в обычной ситуации когда до всего как этого случилось этой жопы да ну и в общем мы думали что мы спокойно прилетим сколько я раз летал без обратных билетов и никогда это не было проблемой но тут вот никак вот не улетишь просто можешь на дурака какую-то фигню распечатать за 500 рублей на сайте но ее быстро спалят вас не пустят самолет вам придется покупать прямо в аэропорту билет или вас просто не посадят и конечно я не было денег на этот билет и мы очень сильно переживали занимали потому что мы смотрим в один день билета стоит столько-то в другой день они столько-то там этот маркетинг тупорылый на сайте turkish airlines постоянно выдает разные цены потому что там зависимость от браузера от устройства на которую смотришь там и просто какие-то политики цен непонятно они выдают все время разные результаты и цена то повышается и мы в общем с ума сошли постоянно на этих нервов еще плюс ко всему мы узнаем мы уже потом купили билеты на турки share lines узнаем что чувак летел ты такую с этим же рейсом вполне себе турист который ничего не хотел и его в панаме разворачивают в панаме прямо в аэропорту ему он просто шел какой-то как он нам рассказывал что он шел такой веселый его иммиграцион остановила и он не смог показать что у нее забронированный отель надо показывать бронь надо было специально заполнять бумажку к видный паспорт естественно тесты все эти нужны были надо было знать свой маршрут в панаме потому что панамцы не любят когда через их страну летят транзитом просто так да не оставляют там деньги туристические они могут запросто вообще не пустить и все это вот все это барахло надо было с собой вести показывать у него что-то не было его развернули и мы короче думаем постоянно что нас в панаме значит развернут а у нас только один шанс полететь потому что денег мы и так на билет позанимали у нас нифига конечно пять с половиной тысяч долларов не было и мы все в долгах в общем ну ладно каждому я не буду вас в подробности погружать на это очень был нервный момент когда мы собирались вот вылетать перед вылетом так минуточку да я забыл перечислить и вот плюсы которые мы для себя выписали ничего мне конечно не выписали мы не такие подготовленцы знаете там сидеть долго думать давайте его рассмотрим эту страну когда ты бежишь в принципе да мы именно бежали то плевать куда там какая страна надо было основное чтобы мы приехали могли жить могли работать оттуда получили вид на жительство и желательно это подальше если что вспомните блин куда бежали нацисты все бегут в южную америку и не надо ничего выдумывать новое надо бежать туда но мы в центральную бежали это тоже не ближний свет и лететь 15 часов в общем это очень все далеко находится от всех этих бед и я надеюсь я конечно очень надеюсь что эта война скоро закончится ну очень ладно давайте дальше смотрите что там значит плюс какие мы получаем беженство через какое-то время есть возможность получить гражданство для этого есть разные способы можно получить родив ребенка до ребенок сразу получает гражданство ты можешь через какое-то время можно через вот беженство путем там вот когда вы прилетаете да вы сразу приходите желательно в первый же день подойдите в миграцион и говорите я хочу получить убежище здесь этот процесс занимает два часа реальным максимум два часа то есть вы туда приходите вас с паспортом вам оформляет заполняется анкету рассказывать коротко свою историю и вам тут же выдают эту карточку которая позволяет в общем пользоваться всеми правами можете себе завести банковский счет например чего сейчас вообще очень круто вы можете покупать недвижимость и жить в стране вам назначают собеседование по поводу вашего убежища потому что вам вы как бы еще никакого статуса не приобрели вам только дает возможность жить в этой стране и вам назначает у меня над на 31 год назначено собеседование естественно 31 года никакого гражданства не получил может быть это потому что ковид сейчас да и вот это все так долго откладывается все собеседование очень долго долго проходит но за это время можно по натурализации получить гражданство можно благодаря покупке недвижимости через еще и но в общем существуют разные варианты да нам было важно что в принципе эти варианты существует и прямо сейчас мы можем получить вид на жительство вот эту вот карточку да по ним можно спокойно жить можем поменять права на костариканский да можно завести сразу paypal вот счет в банке открыть да все ты можешь стране медицинскую страховку сделать и в общем можешь всеми правами также как и граждане ты можешь работать у тебя есть разрешение на работу и в общем это как это просто фантастическая ситуация для современного мира и мы знали куда мы едем мы знали что эта деревня это заповедник страна она если вы сейчас откроете карту посмотрите на карту с одной стороны она мывается карибское море там до с другой стороны тихий океан мы на тихоокеанском побережье на середине гора с другим климатом совершенно там по моему куча климатических зон хотя страна очень маленькая за два часа можно приехать доехать от одного побережья до другого некоторые мотаются с одним этим свелом или как они там называются серферы на одном побережье вечером на другом катаются и в общем куча офигенных красивых мест животных если вы хотите посмотреть насколько красивая кустырика вы просто забейте в ютюбе да и вы посмотрите что это офигенно красивая страна мне как сычу хики и еще не знаю кому совершенно не нужно никогда было общество точнее она мне сначала было вроде как нужно мне казалось что оно нужно да но потом когда я начал трезвую жизнь и подружился с самим собой мне вообще никто не нужен я не фанат общения я живу со своей подругой вдвоем и на нам достаточно друг друга и того что мы имеем вот какое-то общение в интернете хотя мы и там ни с кем не общаемся ну тем не менее есть канал да есть телеграм-группа и все-таки это там помогает своей профессиональной сфере я все равно общаюсь потому что у меня большие планы на это ну вот я это к тому что мы хотели оказаться в глуши хотели оказаться именно в деревне рядом с океаном и поэтому коста-рика нам очень проходил если вам нужна какая-то жизнь городская вы хотите ходить в офис на работу до или хотите там просто в каком-то обществе вам вы общительный человек вам без людей вот плохо то я не знаю подойдет ли вам коста-рика вообще я не знаю тогда мне это так непонятно я так настолько я счастлив и доволен тем что я могу жить в одиночестве в комфорте с собой и мне надо мне кажется это очень самонадеянно мне кажется к этому надо стремиться потому что это позволяет вам быть более собранным более трудоспособным если вы хотите если у вас есть такое влечение там как 3d графику у меня да вы можете или 3d графика заниматься вам без этого просто ну надо быть интровертом елки-палки потому что там вот в этом мире где люди не найдешь ни любви не понимания ничего там ни хрена нет одна иллюзия и обман если вы ходите ходите туда за любовью чтобы получить порцию тепла я всю жизнь туда ходил за любовью и теплом и кроме разочарования ничего там не нашел так но все а значит как добраться до костырики я вам рассказал это все очень непросто ну мы конечно я вообще знаете как я потому что очень нервный эмоциональный и я все на даши переложила она мониторила все эти вот изменения потому что сейчас в мире новости приходит изменяется все каждый день буквально и мы в эти группы были подписаны и там люди прилетали не прилетали у кого-то получалось у кого-то не получалось но в целом если вот какую-то подвести итог не надо ничего бояться вот не никогда надо просто брать и делать короче вот вы летите пофигу вот у меня было знаете не было вот такой я конечно подготовился как мог мы знали четко про панаму все мы знали забронировали все отели мы не рисковали мы не бездумно летели мы постарались сделать все что от нас зависит да мы почитали как надо правильно лететь как надо все вот эти к видные паспорта прививки я сделал файзер мне поставили в грузии даша сделала этот спутник который принципе не котируется там на его сейчас не спрашивают мы сделали пцр тесты мы забронировали в панаме все гостиницы потому что нам просто на самом деле надо было мы же в панаму прилетели у нас из панамы нас на через день буквально был автобусом две стороны рядом и мы планировали на автобусе переехать дальше в коста-рику и но мы в панаме этого естественно не рассказывал мы в панаму летели как туристы и мы уже готовились к собеседованию в миграционе рассказывать показывать наши брони гостиницы где какие-то сопримечательности мы хотим посмотреть мы конкретно подготовились и то есть я что хочу сказать что он конечно не надо на дурака лететь вообще это очень будет обидно потому что развернут надо подготовиться лететь но не надо думать что это пипец как тяжело там например знаете все равно как бы то ни было люди везде в принципе априори добрые и везде они помогают если вы летите и нормальный человек вполне да не будете косячить там напиваться по дороге ну какие-то вот тупые вещи совершать если вы четко сформулировать все это у вас получится хотя лететь далеко и дорого но вот я прилетел на прилетели в панаму нас никто ничего абсолютно не спросил у меня с собой компьютер два монитора вещей правда нет никаких туристических вообще понимаете я все еще думал такой блин они точно пойму что я хочу просить убежище у меня только компьютер с собой какой я в жопу турист и дело в том что происходит вот паспортный контроль иммиграцион соответственно это все проходит до того как вы получаете багаж то есть в принципе иммиграцион не знает что у вас там в багаже но на самом деле все они наверняка могут знать потом вы когда уже прошли паспортный контроль мы прошли его в этой самой в панаме и дальше мне вносит эти мои мониторы огромный чемодан с компьютером внутри и мне опять и надо проходить тогда таможню еще после этого таможня ну вот в панаме не было ни одного вопроса вообще связаны ни с чем я спокойно все это вытащил сели в такси летели мы я вам скажу как мы летели тбилиси стамбул и стамбула у нас был типа прямой рейс до панамы но на самом деле мы делали остановку в боливии на 5 часов и поэтому так обычно 15 часов лететь а так мы 17 летели что то такое и в общем но мы прилетели у нас билет на этот автобус на вот буквально через день по нами окажется что он забастовки и автобусы эти не ходят в общем нам надо купить нас денег нифига нет чтобы вы понимали три с половиной тысяч нас было с собой где-то полторы тысячи долларов на всю эмиграции я уже работал у меня зарплата еще была она должна была прийти там какого-то числа в грузии кстати я забыл целый пласт рассказать про грузию но я уж вам расскажу там в грузии я когда переехал и ушел работу меня естественно на русский банки деньги никто не переводит это невозможно они все заблокированы я очень долго открывал в грузии счет мне помогали я заплатил в итоге 400 долларов не открыли и п который я считаю спор налоги один процент с моей прибыли я плачу грузинским налогом вот кстати в коста-рике вот первое время не надо платить налоги и поэтому я здесь никакого не нарушаю а потом будет видно потом так никто не внятные не сказал какие-то налоги надо будет платить но я буду это узнавать потому что если вы хотите получить гражданство вам надо иметь нормальную историю и все это я буду платить естественно так вот я открыл в грузии мне в грузии открыли счет в банке в которой работает свифт и не представляете какую нереальную ценность современном мире обладает вот это вот в современном мире между которой для россиян стал современный мир потому что раньше казалось что счет в банке блин да в любой стране я вообще где только не был открывал счет банки сейчас нет такого фиг ты откроешь и вот я в грузии открыл и пользуясь карточками не открыт liberty банк в грузинском банке счетами очень понравился этот банк реально классный все сервисы работают без всяких проблем у меня один и п счет другой мой личный счет у меня одна карточка которая даши 1 моя я могу совершать покупки в интернете это прям реальная свобода короче поэтому когда я летел в коста рик у меня был был счет в банке и я мог этой карты расплачиваться я покупал карты билеты на самолет если у вас нет карты иностранного банка для вас жизнь конкретно усложнится вам надо приехать в грузию гранту моему этому приятелю сказать он вам поможет открыть счет скорее всего если все будет в порядке я буду под этим видео отвечать блин я продула под кондиционером я буду на эти видео отвечать могу на вопросы на какие-то отвечу поэтому если что спрашиваете так вот да и мы приехали в панаму не ходит этот автобус нам приходил пришлось покупать билет мы опять подзаняли немножко денежат сейчас я с долгами еще расплачиваюсь постоянно и же сейчас вообще не сладкая конечно идет но мы расплатимся все равно скоро уже мы отдадим все деньги я еще продаю свою квартиру в москве и сейчас конечно тоже не продается ничего но в общем я с я с концами сюда собираюсь ехать то что я пожил какое-то время мне в принципе все устраивает у меня не могло ничего не устраивать я до этого два года прожил на даче в балабаново и меня там тоже все устраивало вполне я вам говорю если вы добились какой-то гармоничного отношения к самому себе если вам не скучно с вами собой то вам будет нигде не скучно я вам еще скажу так вот когда соприкасается знаете с другой культурой вот эти вот вещи все есть вот в грузии например я жил в спальном районе и вокруг было очень много народу и не то чтобы мне а грузину очень доброжелательные прикольные чуваки но для меня для интроверта это было тяжело когда вот все наружу понимаешь что выходишь и там они все вот тусят на естественно на улице пьют вино это классно всем людям вот кому это на мне это не нравится абсолютно я не люблю чтобы никого вообще вокруг не было и я живу где-то внутри своей головы от людей мне ничего не надо уже давно и в общем мне это конечно стало здесь вот в коста-рике я поселился на я сейчас кстати остановлю видео покажу вам в каком доме я живу я его снял за 500 долларов я не уже не помню я до этого снял видео по дому и я уже не помню что я там говорил я просто врежу этот кусок так давайте прорвемся посмотрим где я тут живу и так это наш поселок вот там дорога дальше туда за если пройти метров 500 там будет море океан точнее и пляж дорогу вот эта основная которая идет вдоль побережья это наш коттеджный поселок самый въезд в него значит что тут много живет русских семей наверное 5 как так они здесь сосредоточились потому что здесь тихое место и в общем-то это не какая-то не русская община не особо тут все ну нет такого даже тусовка какая-то постоянные поэтому просто так получилось что здесь много появилось вот русских но относительно конечно много это наш дом а вот этот дом он продается но он самый дорогой видимо его я бы здесь купил бы себе участок но его не купишь потому что он дорогой потому что это прям на въезде а то что ближе выезду то считается дороже он на горе стоит то есть на него его не затопит и поэтому он стоит наверно дорого и плюс он готовый с хорошей крышей с черепицей она дорогая по крайней мере какие-то эти стервятники уже прилетели так ну что пойдем в дом я с этого входа вот этот центральный вход но он не центральный на на самом деле потому что с него никто не заходит но мы по крайней мере заходим вот отсюда здесь кондиционер работает и вот эта штука шланг который типа когда с пляжа приходишь поливаешь там от песка отмыться самое главное в этом доме не самое прикольное это вот это вот огромное совершенно терраса которая врезается в джунгли и тут немножко вот эта территория вся принадлежит дому наверное тут соток может быть 10 и дальше начинаются джунгли там в этих джунглях есть такие более-менее облагороженные дорожки где растут манго правда сейчас для них не сезон манго туканы прилетают всякие олени бегают и кого там только нет а вот на эту пальму прибегают павиане тоже кстати вот пальмы с которой пальмовое масло делается вон из тех штук вон которые там типа плоды здесь такая зона на которую можно типа йогой заниматься или вообще не значит можно заниматься всем чем угодно и она по площади наверное равняется даже больше чем сам дом в начале дом построили без нее насколько мы знаем а потом построили эту штуку и это конечно сразу все изменило так я надеюсь что будет не очень темно так это дом сейчас я попробую включить свет вот здесь на рабочее место сейчас я свет включу не там включил я сижу как вы понимаете в темноте всегда это шкаф со всякими полотенцами для пляжа это мое рабочее место здесь маленькая кухня с какой-то стойкой из барной типа стала большого нет стол вынесен туда на веранду ну по сравнению с тем где мы жили раньше это конечно просто супер люкс роскошь этот дом стоит 500 долларов в месяц но это не потом это потому что нам как бы познакомство что ли его сняли да нам помогли местные ребята позвонили хозяйки она в америке живет я рассказал что давайте 500 причем все включено электроэнергия что там еще стрижка лужаек всяких интернет и все включено очень так сейчас показываю ну это ванная с туалетом стульчак падал и даже сделал приспособление в виде резинки чтобы он не отваливался хотя я знаю что надо писать сидя но что так пойдем значит это ванная душа ванной тут никакой нет нигде здесь нет кустарики никаких ванн все наверно в океане плавают ну все только в душе здесь и нагреватель естественно конечно никакой горячей воды нет то кроме нагревателем проточный нормально кстати работает это раковина ну все что туалет показывает а вот тут прикольные прачечные на американский манер они вечно сейчас везде так не только американцы вот у нас почему-то в россии никогда не делали специальные уголки для прачечных а тут это уже сделано одна спальня очень простая шкаф там какой-то встроенный есть и вторая спальня точно такая же вот весь дом в принципе есть еще одна комната сюда заселять всяких родственников которые ты ненавидишь и хочешь им всякого дискомфорта желаешь и вот сюда можно одну семью заселитесь очень душно и мы используем эту комнату как кладовку вот доска для серфа который можно брать и она большая как раз для новичков короче но я так не пошел ни разу кататься потому что я секун я не мне надо уроки брать потому что там такие волны огромные что точно потонешь и я поэтому еще не ходил я плаваю на другой доске сейчас покажу на какая у меня доска так все показал да значит две спальни я одна даша вот это вот круто одна моя мы спим в разных спальнях все время все спрашивают почему в разных спальнях я не понимаю живу удобно вдвоем спать неудобно на кровать так это гирлянда пойдемте сейчас еще раз покажу покажу свою супер доску супер доска моя когда все идут на пляж и все эти серферы с классными фигурами да такие подтянутые я иду с вот этой дощечкой она предназначена для детей ну я на ней короче когда волна на тебя настигает и не уложишься на тебя тащит прямо до берега получается очень прикольно так ну вот все это значит что касается где мы живем мы сейчас продаем свою квартиру в москве и будем покупать где-то участок дом будет строить примерно такого же уровня сейчас еще вниз спущусь покажу что это вообще за конструкция здесь естественно никакого капитального строения нет и никто этим не морочится все строят кое-как просто стены там этот дом смыло новый взял построил можно какая даже еще строительный мусор до сих пор валяется прибраться но вообще-то смысла в этом никакого нет потому что вообще-то надо о еще один кондиционер внизу стоит за 4 а куда же еще один а да да еще один там есть вот так это но его недавно совсем дом построили вот так выглядит просто свая я не знаю сколько такой железный каркас на нем стоят вот эти бетонные столбики от соседний дом более капитальный но у него нет такой роскошной пристройки я думаю что но тысяч тридцать такой дом стоит может быть 40 тысяч долларов и стоит построить да вот эти пальмы офигенные конечно никогда не вот эти вот штучки он которые висят плоды какие-то непонятные вот по моему из них масло гонит я конечно не уверен но это вот точно пальмы которые вот моно не финики какие-то не знаю видно или что их дофигища просто есть целая плантация с этими огромными пальмами они здоровые не знаю как вам с чем сравнить но она очень большая дальше вот там много манго растет и соседи заготавливают эти манго варенье из них делать они очень вкусные вон там кокосы растут все это валяется все эти фрукты и бананы еще здесь только не растут все валяется просто так если хочешь можешь пособирать пожрать никто этим чего-то не занимается и все покупать если надо чем-то в магазинах в принципе вот этот дом удачно построен точно холме да его никогда не затапливать вся вода вниз счет вот этот дождь барабанит по крыше просто нереальный грохот просто когда идет дождь надо сделать шумоизоляцию какую-то приклеивать пленку специально типа чтобы она как в машинах шумку делают на такой же принцип такие дела ходил соседская а вон игуана здесь как будто бы парк юрского периода вечно бегает если пойдем игуану смотреть он сидит она уползла сразу блин под крыльцо наверно под дом заползла да ну подумал же одна не знаю а вон еще одна дай тут дофига их короче он насрались включится здесь никто не убирается по этого дома короче здесь живешь как тайги не в тайге в каком-то джунглях в лесу да еще несколько слов про рабочее место все окей интернет работает совершенно нормально вон там это dsl модем по-моему здесь ему где dsl модема стоят вот тут короче вот эти коробочки какие-то из них это интернет что-то вай-фай что-то dsl модем насколько я понимаю есть оптоволокно но его наверное но тоже можно договориться провести не вопрос вот тут я сижу работаю и ок вообще вот кондиционер на меня дует и все очень комфортно спокойно выходишь вот сюда и сразу джунглях оказываешься это прям ну конкретно это эмоциональное состояние повышает выходишь всегда в лето всегда тепло офигительно мне как-то здесь вот в плане национально ладно в другом видео расскажу короче посмотрели да где я живу я не понимаю что это видео наверное не структурированные не супер информативная но я вам рассказываю просто историю насколько я ее помню и если будут какие-то вопросы я скорее всего смогу ответить на них в чате но в общем мы перелетели из панамы до коста-рики опять взяли билет на самолет если кто полетит по такому маршруту ищите винго он самый дешевый потому что есть копа который летает за нереальное бабло а винго нет на агрегаторах почему-то нигде билеты невозможно купить еще там какой-то лоукостер летает но это надо подловить какой-то момент когда он будет лететь короче от коста-рики до панамы реально там лететь 40 минут но билет стоит вообще нереальное бабло мы короче заплатили за то что у нас багаж был еще где-то 600 долларов 650 долларов мы заплатили для того чтобы добраться просто из панамы до коста-рики хотя билет на автобус стоит 50 долларов по идее мы уже купили эти билеты должны были спокойно доехать на автобусе и опять вот эта вся нервотрепка в панаме потому что еще надо проходить миграцион тот же самый в коста-рики но в коста-рики все проще гораздо коста-рика очень гостеприимная страна я знаете я спокойно вот не хотелось бы да даже не знаю хотелось бы не хотелось не очень хочется чтобы она превратилась когда-нибудь в россии я удивляюсь смотря на все эти группы которые существуют в телеграме да или в ватсапе в телеграме в основном сейчас конечно все группы и люди когда приезжают мигрируют я не говорю сейчас про группу коста-рики я многих посидел везде стараются устроить эту россию зачем я не понимаю объединяется в эти сообщества какие-то там у них профсоюзы черти чего короче везде гадюшник обычно ну в общем я вот живу один поэтому я не могу вам сказать вот если вас интересует русское сообщество там вы хотите иметь контакты друзей там вот этого я все скажу то что меня ничего этого нет этого ничего не нужно и не интересно я только могу топить за то чтобы лучше вам обходиться своими близкими по-настоящему людьми это ценно вот как у меня есть даша и этого достаточно это целый блин другой человек это и так дохрена понимаете так ладно теперь расскажу вот как по приезд в виду мы видели да и я приехал здесь мы очень быстро оформили карточку у нас есть вид на жительство можем имеем право работать и работаю и вот в общем живу какое-то время я живу рядом с океаном если вы хотите посмотреть где это это место истерилус называется любихука я может быть напишу если не забуду это прямо на побережье у меня до океана идти наверное минут 15 я живу в отличном доме очень классно и я хочу продать квартиру купить здесь такой же примерно дом участок земли здесь стоит примерно 40 тысяч долларов вот такой 10 соточек да где-нибудь на холме чтобы это все не затопило вас или оползли на вас не прилетел ну и плюс дом построить где-то так наверное тысяч если такой вот как этот наверное 1000 40 долларов короче 100 тысяч долларов это конечно кажется дофигища но если у вас есть квартира где-то там в москве или еще где-то то можно можно гораздо дешевле все купить это я просто хочу на побережье рядом с океаном хороший участок с большой красивый пальмой там и дом нормальный такой построить но тут дома строится это просто коробку тут вообще особо не заморачиваться принесли два листа железа в рыли колышки и живут там люди интернет нормально работает я не знаю сколько у меня мегабит но 10 мегабайт секунды этот недавно качал что-то то очень блин не вот эти все вопросы отвечать на них не знаю я уже забыл план кончился к сожалению вы понимаете кончился план я вам так от себя заключение лично скажу что я какие изменения все обнаружил во первых совершенно неожиданно для себя я стал меньше нервничать и когда я за компьютером сижу работаю я очень часто орал прям как резанный как когда вот у меня что-то не получается здесь по какой-то причине я не знаю по какой я недавно опять начал орать и потом вот в этот момент я подумал блин как же давно я не орал и я не знаю чем это связано наверное все-таки связано с тем что я во первых я бегаю каждое утро на пробежку вдоль океана я побегу по пляжу огромные пустые песчаные пляжи нет никого вообще не днем собственные вечером никого нет чаще не сезон и это все твое ты можешь идти по пляжу два километра никого не встретить и пляж с огромными этими волнами у меня куча досок все серфят и я конечно бегу каждое утро по кайфу бежишь солнце встает это очень красиво я где-то там в группе своей публиковал эти видео как встает солнце все главное животные все куда-то выползают с утра посмотреть как встает солнце это так прикольно и удивительно что в общем то ты прям чувствуешь совсем по кайфу да и когда ты понимаешь что когда ты живешь россии солнца там нет вообще есть особенно в москве как будто вы это как вавилон под пеплом погребенный город то тут это прям вот солнце солнце и я не понимаю как можно раньше было жить без солнца потому что это столько энергии дает даже вот и сидишь просто работаешь и выходишь вот за дверь и оказываешься во влажной атмосфере где зелень прям во все стороны сияет зеленая и конечно на фоне на этом наверное я меньше стал нервничать и как-то подуспокоился вообще я хочу сказать что очень хочу продать квартиру купить здесь машина здесь куча просто офигительных мест водопады какие-то там вулканы дикая природа тукана у меня вот здесь обезьяны бегают попугаи просто летают они орут на всю эту самую от этого уже ну как бы привыкаешь данном начале это просто шокировал вот эти вот огромные попугая ары маленькие какие-то зеленые попугай птиц просто до жопы каких-то непонятно калибре летают в общем эти игуаны кругом ползают блин какие-то собаки эти носатые такие бегают по пальмам блин белки и фигелки вот сейчас орет какие-то эти цикады короче отвал башки и ну я-то все время сижу за компьютером работы но все равно и как-то вот хочу сказать о что эмоциональный я наверное подуспокоился и меня стало хорошо я очень хочу знаете вы чего машину купить машина позволяет ездить по этим всем интересным местам потому что ходить здесь честно говоря сложно потому что везде джунгли чуть что где человека нога ну где человек не бульдозером не прошел сразу вырастает джунгли и непролазные абсолютно здесь но только по пляжу можно вот так ходить куда-то там реально пантеры какие-то тут эти пумы бегают в общем и сожрут тебя на раз и змей куча ядовитых но это не такую что вот где-то не прям я ни разу не змея уже видел много но дома не видел но у меня знаете есть такая привычка если ночью в туалет например я открываю открываю туалет и смотрю нет ли змеи там или таракана кого-нибудь или паука огромного в общем но знать я это очень боюсь но я спокойно как к этому здесь живу с этим не то чтобы этого прям много я в австралии был там было хуже с этим все еще от места зависит если поехать туда поближе границы к никарагуа тут блин для 100 метров проехал уже все другое потому что вот даже к никарагуа вот например если вы серфите вам лучше границы панамы там просто офигенный серфинг один из лучших в мире даже говорят лучший в мире в никарагуа там просто океан там вот эти скаты везде вываливают все-таки морское побережье от океанского конкретно отличается потому что куча какие-то крабов что-то выкидывает стервятники жрут какую-то там панель который вынес океан очень пипец ну вот я знаете для себя сложно сказать насколько мне тут нравится но я думаю что раз я так об этом рассказываю увлечен нам я мало что в жизни вообще увлекает то наверное мне здесь по-настоящему нравится и спокойно мне здесь еще очень хорошо потому что я в деревне живу жил бы я в сан-хосе где там надо с людьми было пересекаться я учу испанский ну как учу через дуа-лингва приложение но сейчас если я продам квартиру я возьму какие-нибудь пойду на курсы потому что язык обязательно надо учить но все равно потихоньку учится испанский даша вообще там на нем уже разговариваю как разговаривала лучше больше меня учится что у меня нет времени я работаю и занимая свои виду проекты по 3d графике короче ладно все я думаю что в общих чертах понятно все это приключение какое нет ничего невозможного если вы захотите эмигрировать то вы это сделаете с детьми без детей без детей проще но с детьми тоже на самом деле ничего сложного нет куча народу здесь приезжая с детьми и живут спокойно люди помогут все будет в порядке так что но я никого не агитирую ехать не хочу но вы сами решите хотите приезжайте меня все равно здесь не найти но все ладно скоро я уже почти закончил мононоки это будет ну я не знаю будет это топ или не топ но я вложился конкретно в этот проект и скоро его покажу единственное что я вижу вот я сейчас вижу на экране это прыщ который у меня скачал с этой стороны блин как как вы на меня смотрели столько времени непонятно ладно все ставьте лайкос или не ставьте лайкос как хотите меня все устроит всем удачи с эмиграцией пока